доброе утро сегодня 10 июля наверное и вот такой такие заросли у меня в теплице неделю не была даже не представляю что с этим делать огурцы переплелись с помидорами перцы благо что они с восточной стороны но что с ними происходит известно только им помидоры просто стоят стеной кстати вот этот помидор богата хата уже сажала и он совсем был никакой а в этом году такие красивые кисти а вот это бабушкин базилик и он совсем зарос бедный в дынях а вот это дыни наверное как-то надо попробовать пройти самый мощный это титовка причем наши семена на ней полно женских цветов но по-моему они уже не опыляются они уже устали опыляться дынник много маленьких а вот здесь дынька а в самом низу сейчас надо попробовать разгрести в прошлый раз я видела уже большие а в этот раз я не могу и даже найти тут и помидор тоже я посадила не я но посадили базилик и вот он растет вот рядом вот с такими кустами конечно же ему света не хватает все-таки попробую сейчас откопать и показать дыньку как их найти потому что вот и в этих зарослях найти что бы то ни было наверное будет очень сложно сейчас буду все подвязывать помидорки висят красавцы чуть-чуть белеют еще правда ни одного красного напомню 10 июля вот это дынька слабенько и вот это слабенько рядом с арбузом а внизу вот зато здесь видно можно показать вот это чудо и вот висит чудо но самое большое чудо у нас висит вот здесь оно вот какое и это чудо называется арбуз наш красавец и дальше опять пошли дыни 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 помидоры о красавцы я снимаю так далеко кажется что не большие а на самом деле они вот какие это моя рука а вот это помидорка это любимые помидоры они желтые желто оранжевые растут у нас уже много лет другие сорта меняются приходят и уходят а эти постоянно сейчас дойдем дошли до вот этого чудного маленького арбузика хотя шли вообще-то шли мы к дыням нет к синеньким подозрение у меня что появился паутинный клещ синенькие уже почти с меня ростом ой помидорки скоро придется бороться с урожаем я надеюсь синенькие что-то поломал листик это не страшно а вот они синенькие лежат и радуются висят и тут и тут красавцы вот зимние у меня в этом году если все будет хорошо будет первый урожай который получился потому что раньше не получался паутинный клещ съедал сухо было холодным было в этом году лето жарко пока и пока она жарко вот укроп для огурцов и пока лето жаркое все растет вот здесь у меня было подозрение на паутинный клещ вот еще арбузик растет арбузики в теплице к сожалению замерзли замерзли и сейчас они в состоянии значительно худшем чем те которые посадили на улице несколько недель позже а вот этот синенький у нас замерз вот здесь у меня паутинный клещ не буду трогать и он таки есть надо его побрызгать потому что здесь он явно есть вот сейчас я все это срежу побрызгаю потому что перейдет как что-то хорошее так оно не перейдет а как какая-то гадость так обязательно хочу еще на вторую сторону пробраться это взгляд другой стороны солнышко начинает светить что я нашла первый помидор черненький мавр какой-нибудь у него не а он растет с краю у меня помидоры в этом году в мае мы посадили хорошей рассадой и закрыли теплицу потому что было холодно и вдруг неожиданно стало жарко а мы в городе и помидоры у меня побелели стало им совсем плохо и пришлось им туго но этот растет как раз около выхода с северной стороны скорее всего ему было чуть чуть менее жарко поэтому у него первая кисть завязалась он небольшой совсем маленький он какой не такой как оранжевый любимый но все равно же приятно он же первый тут у нас царство кабачка и в этом царстве кабачка у нас тут вон он лежит кабачок и к сожалению второй начал появляться вон еще кабачок вот этот несчастный перчик у нас ну никак посадила я его рано вот в этом году очень понятно заметно те перцы синенькие которые арбузы особенно лебеда которые посадила рано они в очень плачевном состоянии были очень долго и к сожалению не все оправились вот этот перчик не оправился и пропало несколько арбузов совсем пропало что плохо потому что было бы сейчас не один красавец как я показывала несколько ой а вот это наши огурчики тут огурчиков красотулечек маленьких как мы любим видимо-невидимо а вот этот перчик посадим значительно позже на нем полно перчиков и дальше можно сажать когда теплая земля или сажать как показывал один не помню фамилию человек в ютубе черные мешки вот в черных мешках как я сейчас покажу арбузы на улице замечательно все растет огурцы вчера сняли и все равно полно маленьких маленьких крошечек мы тоже снимем потому что на консервации мы любим именно такие маленькие вот это наши любимые молодые помидоры про которые я уже говорила крупняшки красотульки чудо чудное и диво дивное пока еще все совсем зеленые а вот это мои черрики не хватило им места пришлось их посадить как получится даже не посадить а все вместе куча оставшихся помидор я посадила ткнула в землю на случай если что-то пропадет вот некоторые из этих помидор в этих жутких условиях тесноты все-таки решили вырасти и дать урожай она выше меня так огурчики огурчики дальше по этой стенке будут только огурчики вот это мы все сейчас все сейчас соберу всю эту красоту дальше по лево с левой стороны огурцы не пройти здесь правые помидорки вот еще мои любимые наши любимые помидорки 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 в этом году на удивление оно завязалось несколько ярусов первый ярус второй ярус третий ярус да они по одному теле помидору но они будут очень крупные вот сейчас четвертый интересно завяжется оказалось вообще все цветы отпали было такое ощущение что цветов цветы отпадают вместе с завязями вот все таки порадовали нас я сегодня сено под них положу кормлю их вот такая у нас теплица большая сейчас пойдем в маленькую вот и Продолжение следует...